Я приветствую всех мои любимые девочки, кто решил заглянуть ко мне на канал и кому интересно, что же новенького из косметики появилось у меня за февраль месяц поэтому присаживайтесь поудобнее и продолжайте меня смотреть Итак, первое, о чем я расскажу, что появилось нового у меня, что я хорошо протестировала это косметика из Крыма Я наконец-то познакомилась с крымской косметикой а конкретно это бренд царства ароматов там вообще имеется огромное количество различных брендов оказывается в Крыму Я надеюсь, что попробую и разные другие тоже Но первое, что я познакомилась, это бренд царства ароматов Итак, первое, что у меня есть от этого бренда, это вот такая вот маска для волос я выбрала Она идет для укрепления питания с натуральной хной и экстрактом корня лопуха эфирными маслами без эффекта окрашивания Я уже ее потестировала хорошенько Она такая кремообразная Хорошо распределяется по волосам, не течет совершенно И имеет такой аромат травянистый какой-то, действительно, ихной пахнет и розмарином и какими-то травками Наносить ее нужно после мытья на 20-25 минут И потом написано, что даже можно не смывать Но я все-таки предпочитаю маски смывать, потому что она все-таки маслянистая и какой-то эффект немытых волос может остаться Поэтому, собственно, я все-таки предпочитаю ее смывать Смывается она шампунем довольно легко, без проблем И очень хорошо она подходит для укрепления корней волос, для питания по всей длине После нее волосы свежие, рассыпчатые, очень хорошо расчесываются, блестящие, хорошо выглядят Мне понравился эффект от этой маски И также, что я заметила, она продлевает свежесть волос То есть, обычно у меня на третий день где-то волосы выглядят уже не свежие Я хожу с хвостиком А тут даже на третий день после этой маски у меня волосы выглядят чистыми Мне это очень понравилось Также надо попробовать потестировать, дать моей дочке У нее очень быстро огрызнятся волосы И, конечно, то, что она уменьшает выпадение волос Не может не радовать У меня, слава богу, такой проблемы нет Но я думаю, что у кого есть такая проблема, обязательно попробуйте Если увидите в продаже вот такую вот масочку Именно для укрепления питания волос Мне очень понравилась эта маска С огромным удовольствием буду ее пользоваться дальше И окончательно о мене, конечно, расскажу уже в пустых баночках Следующее, что у меня появилось от этого бренда Это вот такая вот пенка для умывания Вообще, она идет для сухой кожи У меня кожа не сухая, но такая возрастная Иногда местами сухая, местами жирная Но мне она очень подошла Она вообще идет с соком персика и экстрактом женьшини Стандартная у нее помпа Вот такая вот И сама по себе очень легко выходит пенка Пенка довольно плотная Но слегка вот начинает потом стекать Запах такой Не скажу, что персика Немножко какого-то химического может персика Но довольно приятный Мне он в нос не пьет Он такой нежный Не сильно навязчивый Очень хорошо очищает кожу с утра Я использую такие пенки именно с утра Также можно ее смывать и косметику Я пробовала также экспериментировать И где-то процентов на 70 смывает косметику Конечно, со стойкими какими-то текстурами он не справляется Но обычный повседневный макияж Она смывает от лица Мне понравилось, что эта пенка Не вызывает сухости То есть не нужно сразу бежать Наносить какое-то увлажняющее средство Не стягивает кожу И очень хорошо действительно ее увлажняет Она без силиконов, парабинов В общем, отличная пенка Я очень рада, что она у меня есть И буду с огромным удовольствием ею пользоваться Последнее, что у меня есть от этого бренда Это бомбический скраб Вообще, я очень люблю именно сахарные Такие крупные, с крупными частичками скрабы И это именно то, что я люблю Смотрите, какая у него очень красивая упаковочка Вот такая вот У меня это имбирный гибискус Вообще, там есть очень большое количество Различных вкусов, ароматов Я выбрала именно имбирный гибискус Не знаю, чем-то он меня привлек И, во-первых, оформление очень приятное Здесь идет связающий насыщенный цитрусовый аромат Нежная текстура, подтягивающий эффект Нежный пинг Состав тут просто отличный Сахар, куча масел Жожоба, оливковое Масло абрикосовое, авокадо Порошок имбиря, экстракт гибискуса и так далее Скраб этот просто чудесный, девочки Я уже им пользуюсь несколько раз Пользовалась несколько раз Сахарный, имеет крупные сахарные частички Посмотрите, какая красота Тут и масло в составе Я поэтому сильно прогидывать его не буду Иначе он прольется Аромат Ой, аромат просто обалденный Для тех, кто любит запах имбиря Я люблю запах имбиря Ой, пахнет действительно Сочно, вкусно имбирем У меня аж слюнки потекли Имбирем И с небольшими цветочными нотками Видимо, это гибискусы есть Очень хорошо полирует Скрабирует кожу И благодаря содержанию масел Он ее увлажняет Делает нежной, гладкой И при этом хорошо смывается Что немаловажно Потому что есть такие натуральные скрабы Которые потом оставляют масляную пленку Здесь такого эффекта нет Он смывается без проблем Нету никаких маслянистых пленок Но зато имеем в результате нежную кожу Гладкую Отполированную Отшелушенную полностью В общем, скраб просто чудесный Мне он очень и очень понравился Могу от всей души его посоветовать Так, следующее, о чем я расскажу У меня были две новиночки из Литуаля Это от фирмы Ями Скинке Вот такие вот две новиночки Первая, о чем я расскажу Это крем-гель для душа Крабл, малина и ревень Это гель именно кремовый Со скрабирующими частичками Частички здесь скрабирующие Такие довольно Не сильно большие Но они так слегка действительно скрабируют Ну это так, скорее баловство Вот так он выглядит Запах малины и ревеня, собственно Да, такой какой-то свежий аромат есть еще Не только малина Текстура кремовая Не сушит кожу Хорошо справляется с очищением кожи Ну и вот эти частички, конечно, так слегка полируют кожу Так совсем-совсем слегка Пусть баловство, но за 140 рублей, что ли, я заплатила Конечно, здесь объем небольшой 250 мл, но очень хотелось попробовать его Ну и оформление, конечно, так и манило Очень приятный персиковый цвет И вот эти рисуночки милые В общем, буду с огромным удовольствием им пользоваться И особенно я хотела потестировать вот эту маску для лица Торт черный бархат Очищающие сужающие поры Смотрите, какая красота Действительно здесь тортик нарисован 75 мл И я с огромным удовольствием пользуюсь этой маской Это действительно такая темно-серого цвета маска Которая пахнет тортом С шоколадной какие-то нотки Шоколадно-кондитерские нотки Ну, не сказать, что прям ярким шоколадом пахнет Нет Но довольно приятный аромат Значит, масочка, она не глиняная Она не засыхает на лице Как бы кремовая Содержит экстракты чая лайма Цинк Который как раз регулирует у нас работу сальных желез И способствует сужению пор И масло Жеба Она не сушит кожу Но действительно есть какой-то небольшой очищающий эффект Я не скажу, что я вижу какие-то сильные очищения там пор Или какие-то уменьшения воспалений Ну, как Скорее, наверное, масочка баловство С приятным ароматом Ну, буду тестировать дальше Я ее пока Только два или три раза всего наносила Может быть, конечно, особо я не видела эффект Слава богу, у меня никаких сейчас Воспалений на лице нету И, может быть, если было бы что-то, не дай бог То, может быть, и был более ярко выраженный эффект Но мне интересно было ее попробовать И дочке она понравилась В общем, будем пока тестировать ее дальше Также я делала небольшой заказик в Эйване Делаю я его исключительно из-за моего любимого гелевого карандаша Марк Такого вот, который раньше назывался Супершок Я повторила свой любимый карандаш В оттеночке Тропикал Тиал Вот такой вот Только он держится у меня на слизистой Посмотрите, какая красота Это такой цвет изумрудно-синий-зеленый какой-то Это, в общем, цвет морской волны Который я использую практически всегда на слизистой И у меня уже один такой карандаш и подходит к концу Поэтому я решила его повторить Он действительно справляется на отлично И взяла для дочки вот такую вот черную маску Для лица Из серии Clean Skin Сокращение пор и блеска Тоже у нас такая была уже маска Отлично справляется с очищением Здесь очищением пор Но она довольно быстро засыхает на лице Поэтому ее также нужно освежать Увлажнять Ну, дочка любит такие черные маски Чаще Поэтому я и решила ее взять Были у меня еще небольшие корейские Новинки, которые я показывала в своем влоге И сейчас я уже их потестировала хорошенько Поэтому решила вам рассказать также про них Итак, первое, что было Это вот такая вот очень красивая корейская пеночка Бренд называется Be Acom Вот такая вот Это молодой корейский бренд Который сейчас активно сотрудничает с блогерами Что вы про него рассказали во всех странах Я так понимаю, что он скоро появится и на iHerb И где-то еще в каких-то интернет-магазинах Поэтому я думаю, вам будет интересно Во-первых, мне понравилось оформление Очень приятное, такое лаконичное вроде бы как Но тем не менее симпатичное Такой красивый голубой цвет пенки И упаковочка такая мятная Сама по себе пенка Она действительно очень нежная Очень плотная Очень хорошо очищающая кожу Вот такая вот Вот она совершенно не течет Она действительно плотная И это как пузырьковая пенка-очиститель Я ее и пробовала также смывать макияж Тоже, конечно, она со стойкими матовыми текстурами может не справляется Но очищает макияж отлично И смывает хорошо и тональный крем, и пудру, и тушь, если не водостойка, и брови Мне она понравилась Тоже буду с огромными удовольствиями пользоваться Но в основном такими пенками я больше все-таки пользуюсь с утра Чем вечером Поэтому мне для утреннего умывания она подойдет просто отлично Пахнет очень приятно У нее какой-то такой свежий аромат Который не сильно навязчивый Но довольно приятный Следующее, что у меня появилось от этого бренда Это вот такой вот совершенно очаровательный кушен Посмотрите, какая красота Это мой второй корейский кушен Я вообще очень люблю формат кушена Его удобно брать с собой куда-то И даже можно поправлять на работе Какие-то, если есть проблески тональника, то можно использовать его и на работе Сегодня, кстати, он у меня на лице Не знаю, видно вам или нет Мне очень нравится, как выглядит моя кожа Сейчас чуть-чуть, фу Нет никаких проблем с ней И поэтому любой тональник, я думаю, ложится лучше У меня ботиночки 21 Во-первых, оформление Посмотрите, какое красивое Нежно-розовый цвет Все очень красиво, цивильно сделано И зеркало большое, отличное И вот этот вот сам спонжик Мягкий, прорезиненный Ну и сам, конечно, кушен Не может не радовать Он такой Самый-самый носибельный Он не такой плотный, кстати Как предыдущий мой корейский кушен От другого бренда Он такой более полупрозрачный Но, тем не менее, он очень хорошо скрывает какие-то недостатки Он обалденно выравнивает тон кожи Не могу никак его показать Потому что он действительно такой более полупрозрачный Ну, в общем, как-то так он выглядит И он очень хорошо матирует кожу При этом не подчеркивает никакие шелушения Не забивается в поры А действительно не делает из лица маски Как есть некоторые кушены Которые прям плотно-плотно садятся на лицо Нет, этот действительно ложится так полупрозрачно Но при этом очень хорошо выравнивает тон кожи В общем, я в восторге осталась от этого кушена И с огромным удовольствием буду им пользоваться И очень могу его посоветовать Следующее, о чем я расскажу Это будут две новиночки От моей любимой Елизаветы Которые я тоже очень хорошо протестировала уже Это патчи для глаз Которые я так хотела протестировать Я слышала на них тоже море положительных отзывов Вот такая вот очень красивая упаковочка со свинкой Это патчи Голд с гиалуроновой кислотой У них очень удобная лопатка Которой можно поддевать патчик И наносить, собственно, под глазки Они очень красивые, такого золотого цвета Здесь много жидкости Я сильно наклонять не буду Но у них есть небольшой минус Они могут скатываться Не скатываться, а стекать как бы с лица То есть ты ходишь-ходишь С ними нужно лучше лежать Потому что если ты с ними ходишь Они сползают постепенно с глаз Поэтому или нужно хорошо дать им стечь Вот эти две фишки, которые нужно использовать При нанесении этих патчей Но после того, как они будут стоять в холодильнике Сейчас пока они меня здесь Пока я их тестировала активно В общем, они мне очень-очень понравились Тем, что действительно освежают взгляд Убирают какие-то мешки под глазами И даже слегка разглаживают морщинки Сегодня я тоже их использовала Не знаю, видно вам или нет Но мне очень нравится, как сейчас выглядит Моя область вокруг глаз И кожа, в общем, такой здоровый, хороший цвет лица Вот, поэтому я очень рада, что у меня есть Такие золотистые пачки Теперь буду тоже ими пользоваться С огромным-огромным удовольствием Следующее средство, которое я попробовала От Елизавета Это вот такой вот знаменитый крем Для кожи вокруг глаз Для век Который очень хвалит Наташа Наталина от Бьюти Привет тебе огромный Здесь аж 30 мл Очень красивая упаковочка Опять же, это хрюшка, которая Здесь что-то превращается в бомбу Узкий носик-дозатор Сам крем по себе довольно густой Он не силиконистый совершенно А действительно крем Запах приятный какой-то Парфюмированный слегка И состав у него очень хороший На первом месте у него экстракт Ласточка на гнезда Так, любимый фирмой Елизавета Который они используют довольно часто Крем, конечно, очень-очень мне понравился Он прекрасно увлажняет, питает кожу Особенно очень хорошо подходит для ночного ухода Я его так, собственно, и буду использовать И очень хорошо он убирает сеточку морщин От обезвоживания Если у вас есть такая проблема То прям вот могу от всей души его посоветовать Он, конечно, стоит не особо бюджетно Но он продается, по-моему, и на iHerb И в других интернет-магазинах корейских Я очень хотела его попробовать и рада, что он у меня теперь есть С огромным удовольствием буду им пользоваться И также могу его посоветовать По первому впечатлению я, конечно, не так давно им пользуюсь Но прям очень и очень он мне впечатлил Причем он хорошо впитывается довольно быстро И даже на него можно сверху наносить макияж То есть можно использовать и как с утра и вечера Но я чаще всего, скорее всего, буду использовать его на ночь Последнее, что я хотела бы сказать в этом видео Это будет три новиночки для бровей От фирмы CC Brow Я думаю, что те, кто активно следит за бьюти-блогерами в инстаграм Знают эту фирму Я также наслышана уже про нее И впервые в своем влоге я показывала Как я использую краску для бровей Она выглядит вот таким вот образом Не буду я сейчас ее уже открывать Потому что она у меня может рассыпаться Я выбрала оттеночек как раз-таки тот, который подходит мне Серо-коричневый Но он все равно идет с рыжиной Пусть небольшая рыжина, но присутствует в цвете И, к сожалению, к огромному сожалению Почему-то она очень быстро смывается с моих бровей Не знаю, может быть, что-то я не так делаю Хотя делаю все по инструкции, как тут написано И развожу, и держу от 20 до 60 минут здесь аж надо держать Я попробую, наверное, еще дольше держать Хотя я держала уже практически, да Практически целый час я ее держала Но все равно смывается как-то довольно быстро она у меня В общем, я пока буду тестировать еще И, девочки, многие писали мне другие фирмы Которые советуют тоже для оформления бровей Возможно, я попробую что-то еще Но пока вот такое знакомство у меня с фирмой Сиси Броу, с Хной В принципе, оно оказалось вполне удачным Хотя бы для того, чтобы я попробовала что-то такое Потому что сама я вряд ли покупила Но буду дальше экспериментировать Пока, по первому впечатлению, мне нравится, как она выглядит на бровях Но почему-то смывается быстро с меня Не знаю почему И она особенно с кожи Если с бровей еще более-менее держится То с кожи она смывается буквально за 2 дня На бровях держится, может, дня 3-4 Максимум 5 Но зато я осталась в огромном-огромном восторге Это первая моя помадка для бровей Тоже я очень много слышала про помадки Цвет, опять же, вязала серо-коричневый Просто идеальный для меня Этот цвет, он просто обалденный Я вот сегодня оформила брови Мне нравится, как выглядят мои брови У меня они довольно проблемные Особенно вот эта бровь У нее неправильная какая-то форма Но я так полюбила использовать эту помадку Во-первых, во-вторых, она очень стойкая Ее совершенно Она обычно у меня жирный лоб У меня к вечеру мои брови стекают потихоньку Сползают и перестают быть такими яркими и четкими С этой помадкой такого нет Она действует просто отлично И мне очень понравилось еще использовать ее Как для легких коричневых смоки айс То есть наношу пальчиком на все веко И затем сверху уже растушевываю каким-то другим цветом Получается просто обалденно И держится как базу для темных теней Она просто обалденная Вообще, я влюблена в эту помадку И с огромным удовольствием буду использовать все время Пока она у меня будет Я надеюсь, что она не засохнет быстро Потому что есть, наверное, такая фишка у них засыхать И последнее, что у меня есть от этого бренда Это карандаш для бровей Именно карандашом я оформляю саму форму А уже помадкой потом зарисовываю середину В общем, конечно, карандаш просто обалденный Так же, как и все Так же, как и помадка Он мне тоже очень понравился Значит, он с одной стороны имеет такую щеточку пушистую Но я люблю потоньше Поэтому я редко ее пользуюсь И карандаш сам по себе треугольный, как я люблю Я тоже уже активно его использую Уже подзаточился И цвет опять же серо-коричневый Который идеально, идеально, просто идеально мне подходит Вот такой вот Это именно то, что мне нужно Совершенно без ржаны Средний по текстуре То есть, ему не нужно царапать Но он не крошится и не стирается Опять же Им удобно оформлять как раз-таки и основание брови И всю форму прорисовывать А уже серединку брови зарисовывать помадкой Мне очень понравилась эта парочка Так вот она называется Грейбро Серо-коричневый получается В общем, двумя продуктами я просто в восторге осталась Этого бренда Ну, с Хной будем пока экспериментировать Надеюсь, я также с ней подружусь Пишите свои советы Как все-таки сделать так, чтобы Хна держалась на бровях дольше Особенно, Януля, от тебя жду Ниночка топал Она у нас профессионал в этом деле Все Спасибо большое все, кто меня смотрел Надеюсь, вам было интересно послушать Что же появилось новенького у меня из косметики За февраль месяц Потому что я уже давненько не снимала такие видео Потому что в январе, по-моему, у меня ничего толком нового и не было Пишите обязательно свои комментарии Ставьте лайки Я очень-очень жду обратной связи с вами Вы не представляете, как блогеру важно Читать, что его смотрят Что пользуются какими-то советами Я от всей души вам желаю всего самого-самого хорошего Пишите свои комментарии Оставьте лайки Очень-очень жду ваших комментариев Увидимся в следующих видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok